напишите в комментариях как вы ходите с ультриком кто-то вот так ходит кто-то вверх кто-то прямо по-разному я вам скажу что ходить вот так точно неправильно я уверен что мало кто обращает на это внимание вообще задумывался но когда мы ставим новый свинец если вы зацепились друзья то ни в коем случае не поднимайте удилище полностью стоя так ну что вот такая маленькая приманка на 2 граммах на свинце привет ребят ну шо раннее утро как вы просили как вы говорили мы будем пробовать рыбачить на ультралайт почему пробовать потому что очень много травы еще сильно тепло ранняя осень и поэтому ловить неудобно чем мы раньше не начинали мы-то и летом ходили дубас или но с ультралайтом будет очень много зацепа и будем просто обрываться снасти дорогие приманки жалко то и время жалко будет не рыбалка такое фиг значит поэтому нас сейчас раннее утро 6 часов утра много раз и собираем снасти потихоньку идем река северский донец заливы ну как обычно что два-три грамма да я думаю два-три грамма и будем облавливать все шуловица как говорят мы парни простые были бабы сидели дома до рыбалка короче заливчик смотрите вот еще раз близко показываю почему не выезжали раньше то потому что тут что только на поплавок ловить невозможно ты краски не все порвешь лягушка уже маленькая пошла какая-то поэтому потихонечку все вот эти места будем прорабатывать где можем по окошкам ну и двигаться по речке вообще трава несет ведь он какие водоросля речка еще живая по белой рыбе очень сильно еще ничего не осела я думаю все осядет туда к октябрю началу ноября и тогда мы выйдем в полный рост с удилищем и будем дубасить но пока по чуть-чуть да потому что обстановка у нас такая шоу не сильно весело вот так катушка азура удилище тоже азура софина x с тестом до 6 грамм так нашу потихоньку колян уже пошел пробовать как там зацепы как там рыба потому что видим окушок плавно гуляет я как обычно вижу флюрокарбон флюрик 016 можно принципе 02 поставить потому что есть трава но шнур тонкий поэтому если будет обрыв у меня об траву смысла нет флюрокарбон ставит толще а щука и 02 перегрызет и весь остальной поэтому на 16 флюрик так ну что вот такая маленькая приманка на 2 граммах на свинце погнали будем пробовать очень большая роса с утра мокро поэтому надо одевать либо резиновые сапоги либо ботинки какие-то так ну что давайте первый заброс будем пробовать как говорят если на первом забросе ты поймал рыбу то у тебя значит ничего типа ловиться в этот день не будет не знаю ребят как вы считаете напишите в комментариях согласны ли вы с этим или нет я в принципе коля фигня это если на первом поймал я вы это тоже не верю да так видно много малька под нами и можно сделать легкие забросы так с под юбки об ну и дать время на проводку проводка самая обычная двойная ступенька пауза потихоньку поднимаем повыше приманку шапана вот так вот еще у нас от 1 подрывалась потому что вода теплая рыба активно еще довольно таки но надо понять вообще диван есть может его тут и нету несмотря на песчаную бровку пляж песчаный может у ток у нее не быть фрикционом я слегка попущен чтобы если трава то есть приманка идет идет падает ты чувствуешь ударчики думаешь поклевка окуня делаешь подсечку и чтоб не оторвать получается сразу же приманку я фрикцион чуть-чуть попустил потому что много травы и кажется фальш поклевки у нас немного тут вариантов где можно нормально аккуратно побросать потому что везде трава поэтому мы только по окошкам будем сегодня ходить пролавливать вот может рыба будет слева справа ну шо шо есть то есть оба есть под берегом прям а вот тут коля ну здесь в ногах клюет сейчас понял прям вообще вот доводишь до самого короче прям под себя в нос себе и в нос он клюет у тебя что там у меня те мелкие шо этот клювал вот прям вот здесь вот самых-самых ногах давай оп с краешку заброс и доводим вот сюда до этого песчаного пляжика поближе сюда ведем по травкам по песку и по песочку делаем паузу он тут клюнет он тут есть тут много малька обязательно должен быть окушок поэтому доводите в ноги всегда всегда поближе это и вот миг места так сказать окуневые возле берега по драконить его можно есть вот так у ху 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 ху-ху ху-ху ху-ху-ху-ху по дракони не говорю крошка ты тоже цеплялся рыба в два раза больше тебя ты взял так можно попробовать вот здесь прям поймать кого-то давайте об порядке в двух метрах много тралки без был 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 есть первая рыба ёма я упал какой он мелкий какой он мелкий тихо 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 ушел вот такой окушок сразу с краю клюнул тут сразу атаковал приманку вот это маленьком заливе крошечный крошечный короче он если есть если видит он сразу берет дальше в поисках рыбы побродим погуляем да на первом месте ничего не было но ничего страшного мышь парни такие что найдем его по любому обходим облазим все тут что можно где-то будет до ступеньки мы тут делали ты смотрю рыбаку уже было после того мусора оставили еды короче я не помню зачем вот выходите на рыбалку место чистое было все отлично лучше это вы поставляли тут куча всего горох какой-то еду свою но это блин полный трандес какой-то но он там кладка сделали то-то сплю мешу вы же все взяли тут перегадили сейчас рыбачить очень сложно много травы и шнур тонкий приманка деликатно легкий поводок можешь часто обрываться поэтому все проводки делаем аккуратненько как я сказал фрикциончик послабили и бросаем так с под юбочки с краю бросили протянули поиграли и все не надо вот этих резких забросов потому что куча листьев всего где-то кто-то обязательно оборвется либо еще сломает кончик спинга а вам это не надо я уверен потому что когда ты ломаешь кончик спиннинга ты себе не купишь вот этот верхних листик оригинальный ты будешь его либо сам делать либо просто-напросто что ты будешь делать колян будешь отдавать в ремонт правильно а когда ты отдашь в ремонт они тебе не сделают его тем же самым качеством тем же качеством материала материал будет совсем другой да поэтому ребят да легче новый спиннинг купить будет либо просто ведите себя аккуратно на рыбалке люди почистили почистили пляж потому что травы было много-много купались и он рыба уже вижу плавает ух ты колян глянь какая крупная щучка вот мелкая такая щучка сейчас попробую поймать я вижу ее не ушла с ладошку понял его на куне а смотри плавают давай сейчас мы под подубасим а тут вон смотри какая гостера красноперка тут получается как кусочек один чистый и среди всей травы рыбка сюда выходит он лень какая плавает смотри какая видишь вот оба есть ухты ё-моё ну шо какой пляж глубиной такая рыба вот очередной микрошечный так давай грибика погоняем мальков ничего страшного иногда полезно это даже не спортивный размер это просто какой-то уже отвратительный но есть зато есть выходит он сюда еще жадно так атакует когда попадается а вот он прям я вижу года не окуня самым берегом от плавает вот впритык попадали деревья спилили и упала спилили да я не знаю кто испылял и зачем стояли себе деревья какие-то алкаши наверно наш прям видно что попилили раз дерево спилена два дерева под корешок это точно в лед это он будет потом терпки на больше сись уже синий вроде потом нет в лед точнее в лед да ну короче потом у девчачек до бросать или не будем ты кушаешь его да но еще терпки да когда ну я тогда попробую я тут щуку поднимал акуней хороших в том году правда вот потом году туда клевала рыба этом не знаю надо все проверять есть 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 далеко взял кстати слушай был был и только бубум понял о но это же чуть-чуть побольше окушака такой проводки прям есть он тут активный поклевывают штрих можно по чуть-чуть подлавливать красота роса такая да просто класс как красиво господи ух как он зарос то ты шо мы тут и не кинем даже до рыба гуляет на все в траве есть иди сюда о и опять в ногах вот все в ногах сегодня все поклевки прям с краю понял вот вообще да еще один штрих прям чуть 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 не стоит он не хотя чёешь поймал дальше тоже сегодня окуня по-разному надо и тут и тому так кинул поковырял немножко вам надо водить вот край срез травы и он весь тут про почти на срезе стоит то есть ты просто дальше бросаешь ближе подводишь а ближе уже делаешь паузу побольше потому что есть момент где он тут может взять а он еще гляньте какой терн да смотрите ребят и мою ли какие ягоды да он терпкий терпкий вот его с кого туда красавчик да мы в том году осенью когда только обстановка стало лучше выехали на рыбалку хотя про то пока увидел хотел вам сказать короче там лежал стаканчик с кофе мы стояли пару минут боялись подходить думаю что то такое уже он и тапки разбросал до клян пошел собирать чай чабрец добавим покажем да ну уже отошел через маленькое сито до там уже все что надо кида к травушку прям цветочка мог запах пошел это сейчас нас тут чтобы как развезет как рыбалка чифернем короче пацаны будет нам тут весело ухты чаек давай зеленый чаек 130 немножко бахнем ребят и погоним дальше ну что потихоньку нету такой активности как вы хотели мы осенние кабанов надо ходить вылавливать каждого окуня но мы на такую рыбалку рассчитывали мы не думали что сейчас на дубасе зелень вокруг вот когда будет задний фон у нас в листьях желтых тогда будет хорошо а когда так поэтому когда будут кабаны до делаю вот такого выбора хвоста час и на вибро хвоста будем пробовать ловить уже на столке окуня давай погнали об она об да его закинул уже и на равномер коля тут рыба странная просто взял и погнал на равномерную проводку еще найти его надо делаем тут есть не были поклевки у тебя спалами хвост откусили смотри нету хвоста понял а у тебя есть окунь да был малой у меня откусили сразу хвост на первой проводке прикиньте откусили хвост сейчас буду менять на тиши то вот да просто берешь и круче шива судя по всему вы поняли что уже вечер в общем утренняя рыбалка прошла у нас мягко говоря так себе у меня есть небольшая теория совсем крошечная но все-таки она относится к хорошей стабильной погоде туда дальше к поздней осени заключается она в том что рыба все равно должна клевать если не было выхода утром ранним то обязательно вечером рыба должна доесть то что не смогла скушать утром ну что-то и помешало погода либо еще что-нибудь я сейчас один николая нету поэтому ребят я с теми же снастями по тем самым местам по которым ходили утром сейчас сделаю тоже небольшой такой марш бросок и попробую доловить все что мы не смогли поймать ранним утром но перед этим хочу вам рассказать одну маленькую деталь один нюанс который я заметил и в частности на сегодняшней рыбалке тоже весь нюанс именно в свинце на которой мы сами ловим не уверен что мало кто обращает на это внимание вообще задумывался но когда мы ставим новый свинец новый ушастый шарнир на он у нас намного ярче и прям серебром таким до отталкивает нежели тот который уже побывал много раз в воде он становится черным так вот вот этот яркий свинец который мы только что поставили очень часто окунь клюет намного лучше чем на темный шарик вот здесь четко видно вот это тоже не совсем вчерашний но намного ярче нежели эти два и все-таки разница по цветам есть я вам также скажу что иногда вот этими вот чипчиками своими беру и немножко вот так его почищаю чтобы он вот становился вот вот таким вот и вот эти вот штучки когда я почистил серебряные очень здорово блестят в воде я думаю это привлекает окуня потому что на такие клюет лучше чем на темный нет ну конечно безусловно самое главное это место ловли потом уже приманки снасти и тому прочее поэтому эти мои заморочки со свинцом уходят на второй ряд но все-таки имейте ввиду окно что первое утреннее место здесь очень много мелкой рыбы а это есть кормовая база окуня то есть он просто гоняется за ней и пожирает их песчаный пляже как я в маленький видно песочек все то что нужно и первое что вам всем рекомендую научиться делать кто не умеет научиться бросать из-под юбки вот так как я вот на тонком шнуре даже 2 грамма вылетает очень далеко здесь принципе это не надо делать потому что здесь ветки сбоку вообще в сложных местах именно вот этот забросик как я вам говорю из под юбки очень вас всегда будет выручать вы сможете проводить именно так как нужно и бросать сможете везде чтобы не поломать не зацепиться не оторвать ничего до рязки конечно еще очень много сентябрь для ультралайта дело такое надо искать только пляже отмели и что-то тому прочее потому что ну очень много еще травы ребят вы видите как сложно мне да тут приходится еще только маленькие пятачки какие-то потому что даже только я сделал начал проводку у меня уже сразу там трава растровато и приманка путается и все остальное напишите в комментариях как вы ходите с ультриком кто-то вот так ходит кто-то вверх кто-то прямо по-разному я вам скажу что ходить вот так точно неправильно вы споткнулись где-то что-то торчит кончик входит землю и вы ломаете его все спиннинга нету ходить правильно немножко выше ну под 45 вверх держа его если даже ветка он вас верну вверх вот так отработает и не сломается поэтому я бы рекомендовал делать это так если вам нужно где-то остановиться поставить удилище либо рыбу снять либо еще что-то вы хотите ни в коем случае просто на землю класть не надо ребят наступите дернете нет отматывайте больше шнура берете его и осторожненько прислоняете какой-то веточки вот так вот все пусть он стоит делайте что вам надо стоя она чтобы ветка была ну не сухая не тонко чтоб ветром он не завалился вот это самое главное тут которая какое-то новое место раньше его не видел кто-то вырубал видно смотрю малька очень много под дерево давайте попробуем провести может кто-то будет либо оторвемся незнакомая мне ложбинка прорубана видно вот свежий выпил справа ветки лежат кто-то подготовил есть зацепы да вот такие маленькие не критические видна травка рю не критические на тебе ракушня какой если вы зацепились друзья то ни в коем случае не поднимайте удилище полностью стоя вот именно в таком параллельном земле положении у вас работает все удилище видите и комильная часть и кончик если вы будете поднимать ровно то работает только кончики он хрустнет поэтому вот так заводим руку назад держим его также и плавно осторожно достаем что тут у нас ракушку нашу вот такое место хорошее для окуня но по осени скорее всего он начнет у нас пасть открывать так ракушка зажала его живая смотрите в чем прикол ракушка была живая и есть живая что было и она зажала приманку в себе придется сейчас раскрывать вот g головка просто на ухо приплюснута понимаете в чем суть я ее поймал в рот как говорят зацепила оторвал и она живая зажала ее ну ну блин а не хватало мне еще ракушник ловить ну пипец какой-то внутри сжала чебураху да было было бы такого еще нет это какие-то приколы у меня пошли тут на рыбалках что за дела как я вам говорил ставим палку ставим палку будем сейчас не бороться до охренеть контент рассказал бы кому-то если это не было видео никто бы в жизни не поверишь у меня такие приключения тут случились с медях и давай как те доставать то открой рот открой свой панцирь открывай говорю но трондец блин хоть бери дорве и так то на лету туда на у меня вот такой мелкий штрих представляете вот такая манюня сегодня клюет целый день иди твара ваша ваш день сегодня плыви и причем на она прямо тут под самым самым бережком может может сейчас тут его компания будет если она не разбежалась это мелкий окунь когда одного выхватываешь он боится разбивается что самое интересное окунь сейчас клюнул вот под самым берегом такой же малой иногда можно попробовать когда вы видите стаи окуня что он загоняет малька до убежал что она загоняет малька можете попробовать делать проводку в толще воды по чуть-чуть не касаясь дна возможно мы так проще будет догнать будет естественнее бывает у него разные вкусы сегодня он на одну хочет брать сегодня на другое сегодня в толще завтра чуть глубже так он капризный такой рыб сам по себе о еще один видите спал сам по себе капризная говорю капризничает постоянно поэтому пробуйте всегда что-то получится дед это наштрекаете обязательно невозможно чтоб ничего не было об забросик раз там есть тайка значит он выходит под этой травы и как раз туда ну что в принципе моя теория верна после обеда вообще ничего не клевала пару мелких окушков и все утром еще было более-менее оказывается рыбалка ребята вы просили выехать я выехал так бы я ждал где-то до октября точно очень много травы вода теплая рыба держится в верхних слоях то есть ловить ее надо либо на виброхвост либо делать высокие вертикальные подбросы все что мы по дну сейчас я узел почти не работает потому что она гоняется за рыбкой мелкой пищевая база еще стоит достаточно высоко вот вода остынет весь малек будет опускаться к дну и тогда будет жиг актуален пока что можно использовать вертушки мелкие боблерки какие-то и также здорово будет работать сейчас виброхвост именно виброхвосты либо твистера еще лучше вот маленький твистерок и пошел но самое главное что вы должны запомнить про про рыбалку вообще на любую рыбу включая ультралайт спиннинг там фидер все это место ловли если в этом месте есть очень много рыбы и ловят постоянно ловится то она будет у всех всегда ловится и у вас независимо от вашего силикона японский он не японский дешевый дорогой удилище все так как мои края это запрессованная речка людьми выбита браконьерами и перегороженный участок реки на протяженности если я не ошибаюсь может километров 20 нет 20 немножко километров наверно 15 огорожен двумя дамбами получается это как пруд с проточной водой то есть рыба какая здесь живет какая здесь размножается она тут есть она не заплывает никуда вот и и мы здесь всегда ловим всю жизнь поэтому нас так плюс ко всему удилища у меня хорошая звонкая я должен чувствовать каждую поклевку именно azura safinix я чувствую каждую поклевочку вот правда звонкая на этом тонком шнуре шнур у меня вот этот вот пережил война у нас полтора года три сезона 33 года не сезона года ведь рыболовный сезон это как считается если правильно осенний весенний да допустим летние там три сезона кто как считает да вот три года пережил вот этот ультралайтовый шнур это при условии моих интенсивных рыбалок так я снимаю видео езжу довольно таки часто в месяц но минимум раза 45 я езжу на ультралайт каждый месяц вот и посчитайте сколько он пережил я его перематывал уже задом наперед потому что внизу у нас новый доходом лайфхак то не знаете рассказывал просто берем с катушки на катушку из 3 перематываем сюда либо 2 шпуля на ту катушку чтобы шнур перемотался за задом наперед ведь у нас с этой стороны постоянно рабочий шнур он у нас трется стирается воду сам по себе вахрится до получается мы перемотали два раза дольше живет вот принципе все что я вам хотел рассказать высокие вертикальные подбросы 200 и все остальное будет очень много ультралайта я вам обещаю буду рассказывать все что знаю сделаю обучающих роликов много штук и теоретических тоже все что я про окуня на ультрик на микро джих знаю все что я ловил но сейчас ребят всем вам не хвостань чуши поеду я домой всем мира всем добра всего хорошего